Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В рязанских школах продолжают создавать кадетские классы. Теперь юноши и девушки могут получить профильные знания по пожарному делу. В 31-й школе нашего города продолжается набор учащихся в класс «Пожарные кадеты». О нем мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Алексеем Мордасовым, заместителем начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России Рязанской области, и Татьяной Бирюковой, директором Рязанской школы номер 31. Скажите, что представляет собой кадетский класс? Кадетский класс – это класс, организованный на базе муниципального бюджетного учреждения средней школы номер 31. Класс этот у нас уже был организован в 2001 году под руководством и по инициативе тогда начальника Главного государственного пожарного управления Шабурова Михаила Ивановича. Вместе с ним мы и создавали этот класс. Школа сделала 4 выпуска этого класса. Наши ученики уже сейчас работают по этому профилю. Получили высшее образование в высших учебных заведениях по профилю МЧС. И сейчас уже работают. В этом году мы делаем новый набор в класс пожарных кадетов. Насколько человек рассчитан на такой класс? Мы пока принимаем в этот класс всех желающих. Сколько уже подано заявок? Заявок уже 12 человек. Выбрали эту профессию и написали заявление в этот класс. Каким образом проводится обучение в кадетских классах? В настоящее время мы с 31-й школы подписываем соглашение о взаимодействии и создании кадетского класса. К этой работе привлечены также Всероссийское добровольное пожарное общество и учебный методический центр по гражданской обороне и чревчайным ситуациям и пожарной безопасности. В настоящее время разработано положение в кадетском классе. Разработана тематическая программа. Кадеты будут заниматься как при пожарных частях. Сейчас рассматриваем вопрос. Это специальная часть номер 17 на Зубковой. Пожарная часть номер 4. Также в Главном управлении МЧС России по Рязанской области. И на учебном методическом центре, где у нас имеется манеж с башней, с беговыми дорожками. Мы там планируем проводить занятия. А что это дает в будущем? В будущем это дает профессию пожарного. Кадры Главного управления МЧС России по Рязанской области заинтересованы в воспитании подрастающего поколения. А также сотрудников Государственной противопожарной службы. Также будут ходатайствовать по поступлению в высшие учебные заведения системы МЧС России. По получению образования в данной сфере. Кто может стать пожарным кадетом? Какие заслуги для этого необходимо иметь? Особых знаний здесь не требуется. Лишь бы было желание посвятить себя пожарному делу в будущем. А так необходимо будет личное дело учащегося, медицинская карта, характеристика с прежнего учебного заведения. И, собственно говоря, больше ничего не требуется. А то есть заслуги никакие не нужно иметь? Мы готовы принять всех и воспитывать их в духе пожарных России. Я хочу добавить, что в этом классе увеличено количество часов на физкультуру. Ведутся секции по пожарно-прикладному спорту и по физической культуре ведутся секции. Усилена программа за счет школьного компонента — это физика и математика. Ну и, естественно, предмет физкультура. Уделяется большое внимание именно этому предмету. Планируете вы дальше сотрудничать со школами? Да, естественно. Значит, посмотрим, как у нас получится в школе номер 31. В дальнейшем продолжим также набор в 31-й школе. Напомню, также мы набираем не только мальчиков, но и девочек. И как у нас в этом году будет проходить обучение, соответственно, по уже накатанной. Мы будем смотреть, где-то создавать профильные классы для популяризации профессии пожарного. Я, в общем-то, согласна с Алексеем Владимировичем, что вот сейчас профильная подготовка детей имеет очень большое значение, чтобы дети уже как можно раньше определялись с выбором профессии и начинали готовиться к ней, вникали в ее особенности, в общем-то, и знали, что необходимо для занятия той или другой профессии. Поэтому, в общем, за профильными классами, я думаю, это будущее. И об этом вот сказано в новом законе об образовании, что именно профильное образование сейчас имеет очень большое значение, и нужно как можно больше уделять этому внимание. Какие у вас есть достижения? Достижения уже имеются у наших детей. Ну, во-первых, наши выпускники сейчас успешно работают в системе МЧС. У нас ребята также достигли и больших спортивных достижений. Вот. Постоянно участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и в России, и даже на международном уровне. Вот двое наших учеников девятого класса выезжали на соревнования во Францию по пожарно-прикладному спорту. Вот. И показали хорошие результаты в этих соревнованиях. Так что, в общем-то, нам есть чем гордиться школе, нашими выпускниками и нашими достижениями, которые уже имеются на сегодняшний день. Школа целенаправленно работает вот по этому направлению. Куда после обучения в кадетских классах могут поступить учащиеся? Ну, я думаю, что вот этот вопрос Алексей Владимирович скажет. Потому что нашим детям после окончания этого класса, вот в течение трех лет, отдел кадров МЧС, значит, давали направление, и они учились в высших учебных заведениях в России. Вот, Алексей Владимирович. Значит, да, значит, у нас направляют в основном, значит, это Ивановские и Воронежские институты государственной противопожарной службы. Также в Москве имеется Академия государственной противопожарной службы. И в Санкт-Петербурге уже университет государственной противопожарной службы МЧС России. То есть вот в эти учебные заведения в основном поступают наши, так сказать, земляки с Рязанской области. А потом они возвращаются к нам в Рязань и вот проходят службу уже на территории Рязанской области. Так что Рязанская область получает уже целенаправленно вот тех подготовленных детей, которые поступают в высшие учебные заведения. Причем, я хочу сказать, успешно там занимаются. Вот мы тоже за этим смотрим, как они обучаются там. И затем возвращаются в Рязань. И, в общем-то, достойно несут службу в рядах МЧС. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что, что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин